Приветствую вас, и если человек не ставит знакоприпитания при переписке, то в узком смысле, наиболее вероятном смысле, практически на сто процентов, можно утверждать лишь одно, что этот человек не уделяет должное внимание деталям, а обращает свое пристальное внимание лично на смысл, на самое важное. Знакоприпитания не окажется ему чем-то, на чем, на чем стоит тратить свое время. И если это действительно так, если вы замечаете, что вот человек действительно видит лишь самое главное и не отдает должному вниманию деталям, то, с одной стороны, это хорошо, потому что такой человек не мелочный, такой человек легко забудет какие-то неточности, непонятки, не будет придираться к вам, допустим, по как разному поводу, без повода, он будет смотреть всегда на общую картину в целом, и не будет склонен к тому, чтобы по всяким мелочам, например, испортить себе настроение. Хорошо это или плохо, думаю решать вам, потому что каждый человек оценивает подобные качества, исходя из своих наших ценностей и особенностей восприятия. Следующее, о чем говорит отсутствие знаков припинания, это то, что человек, ну, не отдает должному предпочтению грамотности, то есть вот грамотность для него не столь важна. Это означает, что он не ценит как договую культуру общения, культура общения для него не на первом месте. Опять-таки, что это может значить? Может, значит, он просто не передает этому значение. Может, значит, он просто немного грубовато знает и так далее. Этого мы не знаем, потому что человек, мы перед собой не видим того, о котором говорите вы. Но культура общения для него важна не так сильно. С большей долей вероятности, можно сказать, что человек, который не ставит знаков припинания при переписке, скорее всего, ну, не отличается особой грамотностью и в реальной жизни тоже. Потому что грамотность есть комплексное понятие. И ее либо есть, либо она есть, либо ее нет точнее. И если ее нет, то проявляется это во всем. Это проявляется в речи, она проявляется в поведении и так далее. Если сами предложения построены логично и человек соблюдает все правила логики, изъясняется грамотно, словарный запас богатый, на знаков припинания при этом нет, то им просто неудобных писать. А есть такие люди, которые вот так позиционируют себя и, ну, это стиль общения. А что касается вспыльчивости, что касается черт характера, то по одним лишь знакам припинания лично я от вертого характера говорить бы не стал. Потому что если это привычка, привычка не ставит знаков припинания в сообщениях, то, простите, какой бы человек характер не был, но привычка есть привычка и никуда от нее не делся уже. Как она сформировалась, это очень другой вопрос, но, значит, насчет черт характера я бы не стал говорить обназначенно, потому что, ну, слишком много допущений в данном случае, а предполагать лично не хочется. По крайней мере, мне не хочется предполагать. А дальше, что касается, значит, вот несколько раз, фраза ей перед обращением к вам. Фраза ей не совсем понятно, что вы этим хотели сказать. Прошу прощения, может быть, вы как-то или в личку, лучше в личку скиньте уточнение, пожалуйста, что это значит фразой ей, потому что непонятно, как можно употреблять слово ей перед обращением к вам. К вам не очень понравно, но, тем не менее, по сути вашего вопроса, по крайней мере, по главному вопросу, ответ я дам, и если вам понравилось, я вам буду благодарен, если сделаете его лучше. Также желаю вам всего доброго, и если какие-то вопросы остались, то буду рад вам помочь в личных сообщениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...